Господа, эта серия получилась очень насыщена различными событиями. Происходит миллиард всякой фигни, машина трижды за видео ломается, побеждает, теряется и так далее. Все происходит. И мы поняли, что это не какой-то один сюжет, не какая-то традиционная история, как бывает в наших видео. Это, по сути, блог. И мы решили, чего мы паримся, ведь действительно получается блог. Поэтому добро пожаловать на очередную серию Антигелика, которая называется Дневник Корча. Дневник Корча Выхлоп холодный, значит, умер давненько, да? Да, да. Смотри, как кардан нам по выхлопу дало. Вот, смотри, по-моему, их... А, нет, не их. Что там? Слушай, порвало родной. Родной порвало. То есть усиление наше выдержало. Да. Порвало родной кардан. Мы специально еще выхлоп делаем. Вот видите, я говорю, давайте сделаем выхлоп, как кардана-уловитель. И реально это завершалось. Шок, видишь, вот тут. Да, да, да. Подожди, стойте. Я не понял. Удлинение. Что, типа, гараж 13 на рука жопа, что ли? Нет. Вообще не при дела. Паричи грузчики. Посмотри тормозной. Размолотил у меня колдун. Уууу. Бог мой. Вот это шок. Все, потеря. Что делать? Все, давай. У вас больше не повалят. Так, кардан намотало. Что с выхлопом? А что с ним? Все в порядке. Вот так. Где? Его оторвало. Оторвало выхлоп. И, собственно, основная часть трубы выхлопа у нас, на которую лег кардан, она опять же бахнула. И по кардану самое главное, посмотрите, кардан удлинялся. Он кастомный. Его удлинение кастомное. Вот, оно выдержало. Не выдержала штатная часть кардана. То есть мы официально теперь доказали, что просто свернуло металл по трубе. Вот, то есть он не рассчитан никак. И самое главное, что прав оказался человек с телефоном. Это важный, да. Дэн сказал, что на разгоне бахнет кардан. На разгоне бахнул кардан. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, Дэн, больше о таких вещах не говори. Вот ты бы промолчал, прокатило бы. Можно вставить родной кардан. Просто поменять трубу. Второй раз тоже оставляем родной кардан, да? А почему нет? Все отлично. Нет, я же конфигурацию не меняем. Он еще может лопнуть ближе к крестовинам. Он еще здесь может лопнуть. Мы просто целиком поменяем трубу. И лучше желательно поставить трубу большего диаметра. И потолще. То есть тебе привезти кардан новый? Зачем? Просто отвезем в контору, где делают. После сотки вибрация шла. В этот раз балансировали, нет? Это очко. И сколько, ты говоришь, стенка? 9 миллиметров. Вот эта стенка 9 миллиметров? 9 миллиметров. Там вообще дырка есть в середине или нет? Просто монолит, да? И крестовины мы оставляем штатные. Да, все штатные. И это нам удалось сделать за сколько часов? Часов 5, наверное. Часов 5? Нет, теперь у нас слабые места появились где? Это крестовины. Поэтому мы их сейчас прошпрессуем. Давай? Да. Слесарский. Во, красавчик. Слесарский. Над руженным движением. Вот так вот, да. Дальше, дальше. Вот, смотри, старое давит по схуду. Давай, вот, все, скверну, скверну из нее выгоняй. Дэн, без полночника не может. Мне кажется, на пару вы вылюбили ее как надо. Давай еще, давай, выгоняй скверну. Давай, рубин, тащи. Вот, все, все, теперь верю. Прям душевно. О, водичка пошла. Надо же, утопленный наконечник. Все, 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 стопе, парнишки. Все, да. Во, 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 да, да, слушай, там же все. А вот красная только начинает. Бен, хватит. Красная только полезла, е-мое. Тем временем, ситуация, о которой мечтают все пацанчики в любом возрасте. Теплый последний вечерочек, солнышко, гаражики. Можно наконец-то хорошенько одеться, во-первых, прилично, и поколхозить любимый таз. Погнали. Не надо шутить с тазами. Прикол этой тазики, что в ней все очень легко. Смотрите, у нас моторчик дворников стоит не где-нибудь там, не где-нибудь еще. Он стоит прямо вот здесь. Все снимается в тепле, когда идет дождь. Знаете, дворники же ломаются, когда дождь. В данном случае вы всегда его чините по суху, потому что он изнутри достается элементарно и чинится. Что у нас с ним случилось? С ним случилась беда. В принципе, с самим коллектором и прочим здесь еще все неплохо. Он потонул. Видите, везде характерный окисл. Все пошло вот этим белым. Но, грубо говоря, здесь еще ничего. Все было бы. Проблема заключается в щеточном узле. Вот здесь. Он пошел коррозией и щетки расперло в салазках, в направляющих своих. Причем коррозией он пошел хорошо, заржавел. И даже пружины, которые щетки выталкивают, они лопнули. Реально пружина, которая толкает щетку в сторону коллектора, лопнула. И, соответственно, щетка больше к коллектору не прижимается. Моторчик больше не крутится. Все, это борода. С печкой тоже в целом вышла халява. Потому что, смотрите, печка, она... Вот это весь блок печки. У нас здесь же радиатор, здесь же вентилятор. Вот вообще вентилятор. Вот сам его корпус. Вот его лопасти. Можно залезть рукой и, в принципе, лишиться пальцев. Очень удобно. Ульяновцы молодцы. Больше инвалидов, больше пособий. Красавчики. Прямо обожаю вас за это. Есть надежная шторка, которая просто... Ну, ребенок ни за что сюда не залезет. Никогда. У вас чисто семейный автомобиль. Ну, какие... Вот такие люди изобретали. Ну, что я могу сделать? Надо было это хоть заварить как-то, но... Тем не менее. Чиниться это очень легко. Он у нас не крутился. Вышибало преды. Думал, коротыш. Прозвонил. Не коротыш. Оказалось, опять же, двигатель утонул. И его заклинило. Я по-хардкору это все долго-долго крутил. И потом решил, что сделать. Напрямую от аккума подаем два толстенных провода. Прямо в мясо плюс-минус. И его проворачивает. Он долго работает. Он работает... Я вам сейчас... Он работает вот так. И после этого, соответственно, мы уже... Когда он разработался, вставляем его в штатное питание в его от сети. Вставляем новый предохранитель. 10 ампер всего, кстати, предохранитель. Вообще халява. И он начинает работать. Вот так. Это нереально. Вот так? Вот так ездить никто не сможет. Поэтому что мы берем? Правильно. Мы берем силикот. Сейчас слушайте сами, что будет. Ай, тварь. Ай, пальцы. Ай, УАЗ. Это реально, парни, работает. Еще чуть-чуть сам мотор туда. Я вам говорю, это супер схема. Прямо на ось. И он заткнется. Пацаны, это реально работает. Давай, давай, давай. Оп. Все, все, что вам надо, чуваки. Это. Вы вас чувствуете? Ребята, в онлайн. Я не знаю, как еще показать, что это работает. Но это реально работает. Прыснул силикот, а успокоился мотор. Все. 4 градуса тепла. Ни у кого нет зацепа. Но в начале видео должна быть гоночка. Гоночка у нас есть даже не одна в данном случае. У нас есть турболегаз. У нас есть бетонная мешалка. Это самый опасный конкурент на сегодня. Но мы ее уже не догоним. Он фальстартанул слегка. И у нас есть Кольт. Кольт РолиАрт Р, который был на тесте в свое время у Жеки Чудубровского. И все мы едем где-то 6,5-6,7. В зависимости от того, кто как хорошо умеет рулить. Узнаем, что сегодня сможет им противопоставить УАЗик. Ну, пробило радиатор, во-первых. Во-вторых, скорее всего, полуось. Фаталитик сейчас переполкнул. Да, протерло прям, прям конкретно протерло. То есть, похоже, мы когда вот это делали дры-дры-дры, мотор так сильно ходил здесь, что протер пайп охлаждения и выбил с электропопоставить. Ой-ой-ой, ой, тепленькая пошла. Ой, хорошо как. Вот такой вот пайп нам нужен. А тут что-нибудь прижгло? Прижгло, видимо. Ну, ходит сильно. Вот что прижгло самое главное. Ну, короче, надо наваливать. 15 минут осталось. Давай-давай-давай-давай. Отлично, мы успели. Вот это чудо, мы успели. Добренького вечерочка. Мы ищем трубку, похожую на эту. Я понимаю, что такой не будет, но нам нужно хотя бы по диаметру что-то, чтобы подхватить. Эта машина страшная. Да, если возможно как-то его достать, мы просто приложим, допустим, по трубке. Ну, плюс-минус, я понимаю. Спасибо огромное. Это просто чудо, я считаю. Прикольно, если мы сейчас все починимся и еще их порвем. Слушай, ну, я думаю, что на наш случай как-нибудь натянем, короче. Все, погнали. Слушай, смотри, идеальный конфиг. Он реально, его не залабывает нигде. Слушай, ну, я не знаю. Итак, теперь рубрика слив У нас есть машина, которая в стоке едет 6.2 Фактически сейчас едет 5.5 То есть догнать ее невозможно Это Subaru, но надо слить Показать вам, что все-таки антигелик На самом деле еще медленный Погнали Я первый раз в жизни зацепился хорошо С первой передачи Первый раз в жизни я зацепился И мы даже, ну не две, полторы передачи Мы держались, ну не держались А сливали не так сильно, где-то только на пол корпуса Нам есть куда работать И есть что делать, чтобы у вас был и надежней, и на повседнев Все, погнали дальше Итак, что собственно произошло Получилось так, что новый кардан буквально на сантиметр-два Оказался длиннее старого То есть карданщики молодцы, но все-таки карданщики Поэтому случилось что? Мост, как мне объяснили специалисты Из-за S-образного искривления рессор Опять же, почему нам нужно уходить от рессор То есть они при нагрузке как-то листы вот так изгибаются И мост получается пинается вперед Поскольку у кардан был в пределе У него шлицевое не работало Кардан толкает через коробку мотор И мотор кидается на радиатор Соответственно, размалывает просто напрочь там все трубки И если бы там стояла камера, я просто вот не хотелось увидеть эту картинку Вот стоит такой мотор Мы так разгоняемся, он на радиатор так Врум, врум, вот туда просто бросается Повезло, что больше ничего не оторвало Кроме подушки коробки Она, естественно, не выдержала На вскидку по линейке мотор вперед смещался на 4-5 сантиметров Представляете, вот настолько у вас двигатель так вперед Труф, труф, труф бродит Чудо, что пайп из таза магазина подошел И всего через день работки мы сейчас уже с вами снова оказываемся здесь На этой дороге, где можно наконец-то вальнуть Потому что кардан мы, естественно, колхозненько вот так вот болгарочкой отпилили Разобрали туда-сюда, чик-пик Больше ничего не смещается, не вышибает передачу Потому что из-за смещения двигателя У нас же двигатель уже с коробкой смещается А селектор КПП стоит на кузове Получается двигатель вперед хлоп И коробочка так трынь и ускакивает другой То есть, понимаете, вышибает передачу на автомате Это возможно, если у вас УАЗ Далее есть еще одно обстоятельство, которое называется сломанный выхлоп Как вы видели в начале видео, его весь раскорежило Его надо было починить Плюс у нас есть старые заслонки, которые дребезжат, звонят В общем, фактически они не работают Поэтому традиционно едем в лучший в мире сервис по ремонту выхлопа И чиним выхлоп Наконец-то делаем его нормальным Собака, соскучился я по нормальному выхлопу Это Китай Он даже не позиционируется как что-то Но по качеству исполнения Смотри, бортики, видишь, даже сделаны с той и с другой стороны Плотняк, то есть, чтобы прям не продуть Это не как на РНЖ, я бы сказал, это проще Потому что на РНЖ заслонки стоят по 200 долларов за каждую Но эти уже хотя бы выглядят как нормальные У них вакуумное управление Это в Питере, да, Гараж 13, они продали То есть, сюда только вакуумный Вакуумная трубка и все, да А дальше клапан и кнопка и много силиконовых трубочек Большинство аудитории, оно же молодое И всем нужно внешка, чтобы УАЗ был злой Дай нам расширение, дай нам покрас, дай нам оптику, братан Дай нам 20-е его саны Вы можете проголосовать Что нам делать дальше? Техническую часть и оставлять УАЗ слипером Именно вот таким стареньким внешним УАЗиком Но при этом все лучше и лучше едущим Все больше и больше нагибающим Либо остановиться пока на этом разгоне И дать немножечко жира То есть, сделать так, чтобы на УАЗик было еще и приятно смотреть Чтобы его идентифицировали сразу в потоке Как с ним что-то не то С ним надо быть аккуратнее Мы можем пойти в ту ветку и в ту Мне, скажу сразу, логичнее лучше в оптику идти в кузовню Потому что надо дать гаражу 13-ю Тихий мы хлоп Идеально, просто идеально Пробная тема Едем на тихом Включили громкий Громкий теперь включается с задержкой Вот так вот И лупанули Держит Держит Четвертая конфигурация уже всей этой мути И у нас получился самый дешевый выхлоп Понимаете, в чем прикол? Если вы хотите нормальный выхлоп сейчас На вакуумном управлении, который четкий То даже по дешману, как делаем мы Это две трубы Заслонки 15 тысяч рублей Работа по их внедрению, наверное, с чирик Клапана, трубки туда-сюда В общем, в любом случае Вы где-то подкрадываетесь к тридцатке Это если дешевый выхлоп Понятно, что если у вас одна труба То есть человеческая машина не с раздвоенным выхлопом То в принципе, ну можно это не заполовинить Но тысячу двадцать вам это обойдется Но в любом случае управляемый выхлоп Это капец как дорого Мы упираемся во что? В то, что у нас по-прежнему, несмотря ни на все эти достижения Космические, нету зацепа Чтобы сделать зацеп, нам нужна еще более широкая резина Мы нашли 255-ю резину В чем проблема? Что под новую, более широкую резину Нам не подходят штатные диски Которые 6,5 дюймов шириной Поэтому покупаем бэушные диски И развариваем их на 2 дюйма Получаем диски шириной 8,5 На них уже 255-я влезает В общем, так или иначе На УАЗе оказались наши любимые разварочки Разварочки! 16-ые разварочки! Что может быть лучше? Нам нужно больше разварочек Это же просто божественно В итоге, посмотрите, какой получился бешеный вид Вылет у нас сейчас примерно 15-ый получился Против 35-ого, который был раньше А может быть даже и 10-ый Минус 10 имеется в виду Это очень круто Потому что колесико стало вот буквально на миллиметре К резиной выскакивать за арки Получил агрессия прямо Настоящая агрессия Несмотря на то, что мы пытались до последнего сделать так Чтобы это было как сток по виду То есть мы взяли штатную штамповку С такими же отверстиями Все прямо идеально Но все равно ощущается, что здесь уже все не просто так И теперь у нас самое главное Хреново туча зацепа Его просто немерено Сейчас вот мы ее грели по асфальту А она не оставляет такие черные злые следы Как предыдущая резина Она реально цепкая и плохо истирается То есть в принципе я более-менее угадал Но правда как с бушкой, как угадаешь Ну может сказать повезло на самом деле В итоге что нам сейчас нужно? Нам нужно взять и сделать наконец-то разгон до 100 Самое главное разгон до 100 Понимаете в чем прикол? Мы еще хотели померить мощность Но это город Санкт-Петербург Как я вам говорил, здесь одни блогеры Пи***рассы и боярские Работать никто не хочет Диностенд не найти Один диностенд сгорел Другой диностенд сломался На третьем диностенде очередь Четвертый диностенд зарядил за замер 12 тысяч Вы там икоркой-то не подавитесь, пожалуйста Горлышко свое берегите А то 12 косарей за замерчик-то вам там как Спится-то вообще хорошо Надеюсь, после этого видео не очень Вообще люди не зажрались просто ни разу 12 косарей, 12 косарей, Карл У вас там золотые барабаны, что ли Я не врубаюсь вообще Вы в Эмираты, может, уедете с таким ценником? Нет? 12 тысяч Писал, кстати Вы мне не писали, реально Я даже в машине не сижу, ну как? А мост крутится при этом Внезапно, бах, наступает окончание видео Ждали замеры мощности, ждали разгона до 100, да? Ну, хотели померить разгон до 100 Сейчас вот погрели резинку раз Вот это вот черные полосы от нас классические Погрели два Бахнуло Очередной эпик файл совершенно случайно Вот такая сейчас у нас финалочка Смотрите Берем Включаем драйв Слышим очень неприятный звук И прямо удивляемся Смотрите Смотрите Смотрите, что мы имеем Кардан крутится А мост Не крутится Да, косяк Причем, как всегда, ничего не успели снять Ни разгон до 100 Ничего не успели снять Ну Ну ладно Нужен новый мост На самом деле, многим из вас покажется, что финалочка грустная Уазик разваливается Туда все Нет Вообще 100% Рабочий момент Мы вас с первой серии предупреждали Что если поставить широкую резину При первом нажатии Мост бахнет Удивительно Но факт И Денчик, и я Посчитали все совершенно верно Теперь вы понимаете Почему я к резине К этой Шел шажками Мы хоть больше наснимали Мы поняли, что может жить На каких нагрузках Но в итоге Все оказалось справедливо Когда вы ставите широкую резину Вы получаете максимум зацепа Происходит в этом моменте что? У вас 450 ньютонов И мотор так говорит Мост Ха! На тебе 450 Мост так Опа! И все И ломается на части Не может выдержать это железо 450 ньютонов К сожалению Пока мы имели возможность буксовать Излишний крутящий момент Уходил просто в дым В пробуксовку Вот в эти самые полосы Теперь его нет Железо приняло весь удар И бахнуло Все абсолютно закономерно Плюс этот мост очень короткий У нас есть разница в скоростях Тех которых меряет мозги И фактически из GPS То есть мы получаем то Что на квотер Эта машина сейчас ехать не готова Потому что мы на 150 км в час Упремся в отсечку пятой передачи Это нереально Нам никого не обогнать В условиях настоящих гонок Там с телеметрией Нет, ну просто хоть Две полоски поставь На асфальте на 402 метра Он уже сольет Это неправильно Таким образом Нам во-первых Нужен более мощный мост Это было очевидно С самого начала И в этой серии Мы еще выяснили Что нам нужен мост С меньшим передаточным числом Да, правильно Вот так В итоге Все к тому и сходится Что уазик уезжает На очередной этап Своего конструирования На замену заднего моста От чего-то Так что народ На самом деле Все отлично Уазик уезжает Быстренько в перестройку Мы сейчас подумаем От чего поставить мост И все будет в порядке Я не считаю это фейлом Уаз ведет себя отлично Стабильно Отбрасывает Лишние уазовские детали Те, которые мы не вырезали С самого начала Работа продолжается Спасибо огромное, что смотрите Не успели понаваливать Мало дыма Все знаю Ко-ко-ко Петух за рулем Согласен Все, ребят, будет Поймите Кастом Это сложно Огромной вам удачи Спасибо за то, что до сих пор смотрите Вы красавчики И пока Я-то не красавчик Я что Я сломал Я молодец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому